Доброе здоровьица, уважаемые посетители моего канала! Погоняем разного рода нечисть! Опа! Вечерний звон, вечерний звон, Как много дум на буритон. При разного рода стихийных бедствиях, эпидемиях и прочих напастях, что использовали наши предки? Колокольный звон. Колокольный звон своими вибрациями очищает пространство от разного рода нечисти, микробов, вирусов и прочих-прочих вредоносных тварей. Однако, здравствуйте! Сегодня 8 августа, глянем на себя, как выглядим. Новолуние. То есть, начинается мини-жизненный цикл лунный. И как раз, вот именно сегодня, с его началом, дабы попасть на его вибрации, волну, начинаем что-то планировать, что-то, так сказать, представлять для того, чтобы мы это завершили в течение месяца. То есть, вот мы с вами говорили об арбузной диете. Пожалуйста, начинайте арбузную диету, как примерно я вам сказал. Можете вообще плюнуть на вот эти две фазы, вторую и четвертую. А просто сегодня начать с таким вот запалом, что в течение 10 дней я сижу на арбузах и меня прочистит как положено. Кстати, вот я вчера съел половинку арбуза, ну сколько там, килограмм-полтора, наверное, мякоти я съел. Вчера пронесло хорошенько, сегодня, то есть, помимо всего прочего, арбуз еще способствует тому, он содержит мякоть, водянистую мякоть, мягкую клетчаточку, которая способствует очищению нашего желудочно-кишечного тракта. Без всяких клизм и так далее, так далее. Помните, что есть процедура, вот допустим клизма, она очищает толстый кишечник, вверх она не идет. Некоторые, конечно, умудряются там под давлением и до тонкого добраться, но лучше это не делать. Итак, клизма очищает у нас толстый кишечник, рвотой, если рвота, есть такая очистительная процедура рвотой, мы очищаем желудок, ну может быть и 12-перстную кишку слегка затронем, но в основном мы с вами очищаем желудок. А вот если мы с вами используем послабление, то мы очищаем желудочно-кишечный тракт от самого начала, начиная с желудка, кишечника тонкого, все его отделы и вплоть до толстого кишечника. То есть слабительное прочищает нас отлично. В качестве естественного слабительного, вот я, например, применяю арбуз. Часто не надо. Моя мама говорила такую пословицу, хороша дрысня в охотку, но не каждый день. Вот поэтому в охоточку только раз съели, хопочки, очистили, все нормально и так далее. Чтоб дальше этого не было, на следующий раз вы уже, допустим, через день используете арбузик, это с целью очищения всего желудочно-кишечного тракта. Кушайте рисовую кашечку и все нормально так закрепляет, восстанавливается. Отличная процедура. И как раз вот это послабление, оно очищает, смотрите, желудок, оно очищает тонкий кишечник, 12-й, значит, перстную кишку. Частично очищается там даже и печенком, усиленно сбрасывая желчным пузырем вот эти вот желчные все эти шлаки. Ну, естественно, толстый там кишечник. Так что очень хорошая процедура, о чем мы говорили. Некоторые спрашивают, вот сейчас я сижу и читаю ваши комментарии, а можно там дыню использовать или еще что-то. Я, мол, не выдержу. Вы же разумные люди. Сколько вы можете выдержать? Ну, допустим, день и хватит. Не надо там загадывать на что-то там больше. Загадывайте настолько, насколько вы сможете это комфортно для себя сделать. Денек, денек, два, два, три, три. Надоело, бросили и перешли. Это все, конечно, зависит от того, насколько вам надо это сделать. Вот, допустим, мне просто в охуточку, я поел арбузика только раз. Вот первый раз я съел арбуз, вкусно, хорошо. Все усвоилось, никаких, так сказать, этих не было. Все, стул, как положено, колбасообразный. Вот, где-то через день, через два я покупал арбузик с женой. Она такая, опачки! Себе немножечко больше отрезаю. Ей чуть меньше, ну, то есть арбуз, так делю. Но она такая, что-то это самое, в свою сторону поковыряла и больше на мою. Моя и вкуснее, кажется. Ну, вот я свою, вот, съел с ее помощью. И так чувствую, а-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Через примерно часика-два-полтора прослабление. Опа! Отлично! Сегодня, это я вчера ел. И вчера я сходил раза два. То есть не просто так, она хорошо прослабила. И главное, естественным способом. Сегодня с утра я съездил на базар, там купили курочку для того-сего, там, для детей, унуков. Заехали в любимую кофеточку, я только рафика накатил, маленький, а перед этим капучино маленький, то есть как бы молочное. Вот туда-сюда, хоп, я тут приехал, начал свою ежедневную делать прогулочку. Два километра, это примерно у меня 40 минут, в зависимости от того, как я хожу. Ага, пошел, 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 чувствую, опачки, подошло, тут все это собралось. То есть, интересно, после молока, ну, видите, это не сразу, а все-таки через день. Еще своя, собственно, реакция произошла. То есть сброс на молоко, значит, на жир, потому что рафик это сливки. На сливочке, значит, желчный пузырь, выделил вот это желчь, выделил там мазут и все это. То есть печень, как бы сказать, поднапряглась, чтобы на рафик выбросить вот эти вот желчные все эти дела. И такое мощное прослабление, знаете, как... Есть, хорошо, легко, все. И я доходил, отлично, отлично. То есть вот, что касается использования прослабления для очищения желудочно-кишечного тракта. То есть старайтесь использовать естественные средства для того, чтобы все было нормальненько. Энергетика, как вы видите, отличная. Так что используйте лунный цикл. Кстати, у меня же огромное количество видосов по лунному циклу, по всему году. Что этот день в году означает. Там и приметы, и прочие там рекомендации. Вы этим богатством используетесь. Это очень хорошее. Несмотря на то, что климат изменился, лунный цикл не изменился, и как он действует своей энергетикой, так он и будет продолжать действовать. Поэтому вписывайтесь в лунный цикл и на его гребне делайте свои задачи. Решайте свои задачи по оздоровлению, укреплению организма, очищению, нормализации. Какие-то материальные вещи решайте. Какие-то интеллектуальные вещи. Вот в течение, допустим, месяца скажите себе, дайте установку именно сегодня, что я в течение месяца сделаю то-то, то-то, то-то. Для того-то, того-то, того-то. То есть это очень и очень хорошо и грамотно. Мы с вами поступим очень грамотно, работая вместе с окружающим пространством и с энергетикой лунного цикла.